Охотники и рыболовы в одночасье, ставшие бойцами Красной Армии. Какими были они, бесстрашные отеры, воевавшие во время Великой Отечественной войны, плечом к плечу с людьми других национальностей. Об этом расскажет новая выставка в Ханты-Мансийске. Герои экспозиции – югорчане, которые были призваны на борьбу с гитлеровцами из деревни Вензиват Белоярского района. Как собирали экспонаты и чем отличались от других бойцов коренные югорчане, расскажем в следующем сюжете. В экспозиции всего 15 героев войны, призванных на фронт из Вензивата. На самом деле их было намного больше. На войну из деревни ушли 73 человека, вернулись всего 18. Фотографии, документы, копии наградных листов и сами награды собирали местные жители и работники библиотеки. Это мой дядя по отцу, младший брат отца Кондин Михаил Никифорович. Вот он воевал, его забрали на фронт в 42-м году и вернулся где-то в 43-м. Уже весь израненный, инвалидом войны. И это осколки от снарядов. У него до конца жизни он таскал их с собой. Среди героев экспозиции – пехотинцы, десантники, мотострелки, люди совершенно разных военных специальностей. Но объединяет их всех одна черта. Командование и сослуживцы ценили коренных югорчан за меткий глаз. Представители народов Севера – это не только хантов в Мансе касается, это практически всех, кто в Сибири проживал. Так как это рыбаки и охотники, в первую очередь, они всегда славились хорошей стрельбой. То есть очень многие представители, они в подразделениях были снайперами. Отторы Великой Победы в Инзеват уже вторая выставка, посвященная представителям коренных народов Севера, воевавших в Великую Отечественную. Первая была посвящена жителям Саранпауля. По словам организаторов, главная идея – рассказать землякам об их же земляках-героях, без патетики, по-родственному. Эти выставки вызывают интерес. Они собирают вокруг, на открытие этого проекта, тех, кто переехал в свое время в Ханты-Мансийске, живет здесь, у кого на этих портретах, которые мы выставляем на выставке, родные, близкие, знакомые. И организаторы, и посетители выставки убеждены, цикл выставок отторы Великой Победы нужно продолжать. О героях, какой именно, деревне расскажут в следующий раз, пока никто сказать не может. Работа по поиску и сбору информации сейчас идет по всей Югре. Мария Портова, Павел Желтов, Владимир Дадыка, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.